О красивых людях, явлениях, событиях и поступках в ближайшие 20 минут на 31 канале. Это Beauty Time. Всем здравствуйте! Тенденции парикмахерской моды профессионалы обычно изучают задолго до наступления сезона. Актуальные цвета и стрижки наши мастера уже успели отработать на практике. Свежие новости из Берлина в самом начале выпуска. Парикмахер-стилист высокой квалификации учится на протяжении всей профессиональной жизни, а о новых тенденциях узнает из первоисточника и раньше всех. Этим летом делегация имидж-студии Елены Ивановой побывала в Германии, в Берлинской академии Икона, где рождается парикмахерская мода. Школа мирового уровня работает по техникам видал сосун, то есть это чистые разделения, четкие стрижки. Видал сосун – это суперточность в стрижке, это оттяжки, угол. Это техника, в которой работает весь Запад. Пробыли мы там 7 дней. Первый день у нас был показ тренера, он делал 3 работы, выполнял. Мы смотрели, наблюдали, зарисовывали. Нам показали коллекцию 2019 года. Первый день была теория, то есть слушали, а потом отрабатывали на манекен головах. Как и во всех других направлениях моды в парикмахерской сфере, все остальные формы и линии уже давно придуманы. А тенденции заключаются в определенных комбинациях формы и цвета. В моде опять челки, то есть челки короткие. Они рваные, а разная длина. Чуть короче, чуть длиннее. Асимметричные, но плотные. Также удлиненные. За свои годы работы я хочу сказать, что это новое то, что хорошо забыто старой. Это те, кто приходит в профессию, для них это ноу-хау. Те, кто работают уже в профессии, они просто освежили свои воспоминания. Все состоит из нюансов. Маленькие нюансы уже делают немножко другой результат. Поэтому здесь нюанс. Линия среза, разделение. Немножко заменяет цвет, добавляет цвет. У нас была тренер Джессика. Она разработала этот цвет. Всем плюс-минус. Были чуть разные вариации. Чтобы посмотреть, как одна и та же работа с маленькими нюансами может по-разному выглядеть. В окрашивании это как натуральное, так и разноцветное. Оно называется «свет внутри волос». Волосы же они всегда находятся в движении. И пересыпание всегда дает игру света. Так продумано нанесение красителя, что в шахматном порядке какие-то нюансы пересыпания дают движение. Учились мастера не только в стенах академии. Ведь много тем для размышлений подкидывают и сами прогулки по Берлину. Сейчас именно многие дизайнеры и одежды, наверное, во многих направлениях черпают свои творческие идеи в уличной моде. Я бы не сказала, что они работают по-другому, потому что принцип общения с клиентом, он всегда один. Я думаю, что у них все равно немножко как-то это все больше артистично. То есть они выполняют работу как артисты. То есть мы как-то немножко по-другому это все делаем. Сама вот эта поездка, вот это перемещение, это архитектура, это новые люди. Это тоже все вдохновляет, заряжает. Ты смотришь, как это носят люди, как они ходят, и другие, другие западные. Это немножко и отдыха, и посмотрели на другую страну, и встретились с коллегами из других городов. То, как, где, на чем работает. Поэтому очень важно и очень интересно. Хочется сразу всех покрасить, всех перестричь, перекрасить, чтобы все были новые, другие, модные. Увиденное оно бесследно пройти не может. Оно однозначно заряжает, и ты уже хочешь этим пользоваться, хочется уже какие-то, может быть, не все, но какие-то элементы обязательно используются. Самый быстрый способ изменить внешность – это новая прическа. Если она выполнена в последних тенденциях, это автоматически делает весь образ стильным и актуальным. Это Beauty Time, далее в выпуске «Мода как бизнес» – истории людей, которые решили посвятить себя фэшн-индустрии и смогли добиться в этом больших успехов. Это модная история почти ровесница века. Началась она в то время, когда одежду уже перестали массово продавать на улицах. Да, мы научились отличать фирменное от просто импортного, а в нашем городе стали открываться первые бутики и салоны одежды. Все эти годы Светлана Кузнецова оставалась верна своему делу. Год от года развивала модный бизнес, увеличивая количество представленных брендов и точек продаж, не стремясь при этом к личной популярности и продвижению персонального бренда. Стиль ее руководства до гениальности прост. Интуиция, помноженная на анализ, постоянное обновление профессиональных знаний и порядок во всем. Мода в наше детство, мы могли это узнать только из журналов. В магазинах мы этого точно не видели. Если в универмаге появилось пальто, то вся школа в этих пальто и были вынуждены ходить. И в моем детстве картинка шьющей постоянно мамы, начиная от портьер, скатерти, весь домашний текстиль и до выходных нарядов осталось в памяти, как да, это возможно, все дома. За прям машинку я, может, класса с третьего уже могла какие-то швы шить. Начиная с пятого, это составлялся гардероб в пионерский лагерь. Пришивались лампасы, варилась ткань, пошли джинсы варенка, это все варилось в кастрюле. И там что-то с мамой постоянно придумывали. Мама — инженер по образованию, технолог. А это именно как домашнее хобби, она просто это привила мне как дочери. И в дальнейшем это пригодилось. Изначально 7 лет я отношения к моде не имела. Это была большая централизованная бухгалтерия, крупного универмага. Возможно, я бы и проработала в качестве экономиста многие-многие годы, если бы мое предприятие в то время, где я работала, не стало развиваться в сторону строительства новых модных магазинов. И туда потребовались новые люди. И как сейчас помню отдел кадров, кто занимался подбором новых сотрудников для нового магазина, ключевая фраза у неё была «Я смотрю, ты шьёшь, вяжешь, будешь заниматься женской одеждой в новом магазине». В 24 года я впервые выехала на крупные заказы. И когда я увидела, что может быть много модной одежды сразу, и не надо это придумывать, то тут немножко подкосило мое представление, что неужели можно быстро прийти и купить? И ты уже завтра в новом образе, в новом луке, тебе не надо додумывать. И я точно скажу, даже сейчас абсолютно крупные женские коллективы формируют моду внутри предприятия. А как его там воспримут? Именно в повседневной жизни качество одежды проявляется намного быстрее. Если мне клиент говорит, я ваши брюки ношу 3 года, у меня офисная работа, то есть она сидит, ткань должна быть очень прочная, очень, то есть швы и качество, что всё должно этому соответствовать. Первые салоны 14 лет назад, когда возраст моих клиентов был старше, и когда они говорили, «Деточка, скажи своему директору, что я покрупнее того, что вот он привёз». На выставке, находясь на заказах, ты не видишь одежду больших размеров, она отшита в маленьком размере. И работа шла непосредственно с производителем на выставке, когда мы говорили, что вот этот ваш крайний размер, он у нас даже не средний, он у нас маленький, давайте-ка вот прибавляйте. И там же на выставке переориентация была на бренды, которые просто сразу отшивают размеры, начиная с 50-го российского. Прибавлялось по размеру, начиная от 5 размеров, сейчас у нас 11, на осень подходят ещё 2 размера и будет 13 размеров, до российского 64-го. Выход в большие размеры, он только был от клиентов. Каждый выбранный мной бренд, у нас их более 30 брендов, и каждый бренд со своей историей, со своей философией, к любому производству, к любому бизнесу, очень-очень расчётливо относятся, не на авось. Никогда в ущерб качеству вещь не будет произведена. А допустим, брючная фирма, которая у меня присутствует, они рекорд в мире произвели миллион 300 брюк в сезон. Поэтому и цена, и себестоимость падает, и она абсолютно устраивает наших клиентов. В данный момент у нас представлено 100 моделей брюк, 100, в каком где-то бутике, то есть мы ходим, 3 модели, 2 модели, 6 моделей, 22 модели, у нас 100. Мы же собираем команду, конечно, единомышленников, то есть без обратной связи, без разговора с клиентом невозможно поехать на выставку. И полностью всё под запись, девочки всё это в салонах пишут, чтобы на следующей выставке убрать те модели, которые где-то тянут, где-то там при эксплуатации вещь как-то себя неправильно показывает, то есть неудобно, рука тянет, руку не поднять. Бывает при примерке это не видно, а в носке что? И всё это полностью на выставке учитывается. Если это заказы, то ты тоже едешь с матрицей заказов, это цифры, и включаешь интуицию на именно… Здесь не интуиция, здесь больше вдохновение. Всё, я считаю, интуиция должна быть оцифрована. Оцифрована. Эмоция, вдохновение, интуиция, но положенная на цифру. Тогда это будет называться бизнесом, а не украшением. В ведении предприятия нет ни одного бизнес-процесса, который не важен. Персонал, его обучение обязательно. Заказ новых коллекций, то, что они новые, то, что они из новых тканей, обязательно. Салоны в центре города с наличием парковки, обязательно. Всё в порядке с оплатой, со счетами в банке, всё обязательно. Бизнес настолько должен быть структурирован, я не могу сказать сейчас, что не важно. Персонал, по моему мнению, это моё всё, это основа предприятия. У нас обучение по сервису проходит два раза в неделю. Мы приглашаем со стороны стилистов, чтобы не вариться в собственном соку. То есть они проводят обучение с персоналом и аттестацию проводит уже сам стилист. Это внутренняя работа на предприятии. Но когда они же сами говорят, вы знаете, вот эта фраза помогла подсказать клиенту, помогла ему купить, помогла ему решить задачу, и у них в глазах это написано, что мы не продаём, мы помогаем купить. Вот это лозунг, это миссия. Европейская мода для реальных женщин. Сеть салонов одежды «Априори». Более 20 известных брендов из Германии. Регулярное обновление коллекции. Размерный ряд с 44 до 60. Сеть салонов «Априори». Одеваем женщин уже 15 лет. Проспект Ленина, 71. Труда, 166. ТРК «Горки», 2-й этаж. Профтерапевтическая клиника «Формула». Эндокринология, терапия, косметология, элементология, эстетическая медицина. Персональный подход к вопросам качества жизни, стройности и активного долголетия на основе индивидуальных и комплексных исследований знаменитой лаборатории «Хеликс». Клиника «Формула». Мы в самом центре Челябинска на Кирово, 159. Салон обуви «М&Х». 10 элитных брендов из Италии в самом центре города. Улица Красная, 67. Угол Красный и проспект Оленина. Салон «М&Х». Это «Бьюти Тайм» – программа о красивой жизни и ухоженной внешности. Продолжаем выпуск. На сегодняшний день устранить морщины косметологическим путем можно двумя способами. Первый – заполнить их специальным составом – филлером. Или блокировать, чтобы при любой мимической активности лица морщинки не проявлялись. Во втором случае врачи-косметологи рекомендуют инъекции токсина ботулина. Работа мышцы блокируется. Кожа, которая двигает мышцы, прекращает свое движение, прекращает свою активность. Морщины разглаживаются. В России сертифицировано всего несколько препаратов. Отличаются они своей силой воздействия. От слабой, когда идет полное сохранение мимики, до полного влияния на глубокие слои мимических мышц. Препарат находится не в готовом виде. Непосредственно перед инъекцией препарат разводится психологическим раствором на определенный объем и прокалывается. Здесь препарат находится в сухом виде. С помощью инъекций можно блокировать мелкую сеточку морщин в уголках глаз, продольные и поперечные складки на лбу, радиальные морщины вокруг, а также носогубные складки. Окончательный результат виден через 2 недели, но уже проявления сразу же заметны после процедуры. Многие пациенты даже обращают внимание, что сразу после постановки им тяжелее работать мышцами, то есть подходят к зеркалу и таких морщин уже не образуется. А реабилитационного периода как такового нет. Могут быть вместе инъекции, вместе вкола, небольшой синячок, несколько миллиметров в диаметре, который быстро проходит. Назначение инъекции токсина ботулина индивидуальное. Лучше заранее проконсультироваться с косметологом. Пик косметического эффекта наступает через 2 недели и держится в среднем 3-4 месяца. По истечении этого срока для закрепления и поддержания результата инъекции проводятся повторно. Вы смотрите Beauty Time, далее в выпуске несколько идей для обновления сезонного гардероба. Спортивный стиль это будущее моды. По прогнозам аналитиков, этот тренд останется на подиумах еще долгое время. Дизайнеры, в свою очередь, будут предлагать обновленные его интерпретации. Своего рода фундамент спортивного стиля это кроссовки и все, что их напоминает. Подобную обувь можно и нужно носить с платьями, особенно если они лаконичного дизайна и свободного силуэта. Вышивки, бусины и стразы в современной моде не противоречат спортивному стилю, ведь есть даже отдельное направление спортшик, которое предполагает богато декорированную, но при этом свободную и удобную одежду. Спортивные элементы обязательная составляющая стиля кэжуал. Такие сочетания, как футболка, брюки и бомбер считаются привычными и удобными, демократичными и понятными. И все это при участии упомянутой выше спортивной обуви. Элегантный дизайн новой коллекции и неизменно высокое качество, за которое вам так нравится польская одежда. На Пушкина 65 и Сони Кривой 30. Шесть красных Вольсвагенов Пола, сертификаты торговых сетей и интернет-магазинов. Всего более 100 тысяч призов от компании Макфа достанутся счастливым участникам розыгрыша «Красная машина». Стать обладателем иномарки и других ценных призов может каждый. Чтобы принять участие в розыгрыше, достаточно купить крупу, макароны или муку со специальным кодом. Заветную комбинацию цифр нужно искать на пачке сбоку, снизу или сверху. Чек, подтверждающий покупку, обязательно сохранить. А код зарегистрировать на сайте, который вы видите на экране. В день можете зарегистрировать до трех кодов. В акции участвуют как пачки с анонсом, так и без него. Главное, чтобы на пачке был код. Акция проходит с 15 июля 2018 по 15 января 2019 года. Все сюжеты Beauty Time в любой момент можно посмотреть на сайте bt31tv.ru и на наших страницах в соцсетях. Ищите по хэштегу beautytime, нижнее подчеркивание, tv. А на этом выпуск завершен. До встречи. Команда Beauty Time TV благодарит партнеров проекта «Модный дом. Я», студию макияжа «Френды» и медстудию «Елены Ивановой». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...